Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю удивительную и очень простую в своем исполнении сахарную глазурь. Эта глазурь прекрасно подойдет для пасхальных куличей и ромовых бабок. Ну или для прочих декоров типа пончика и тому подобное. Она очень простая, нам для нее не нужны сырые белки. Я буду использовать желатин. Желатина беру где-то чайную ложку. Желатин у меня 240 люм. Добавляю сюда 2 столовые ложки воды комнатной температуры. Оставляю желатин набухнуть. Минут 5-10 будет достаточно. В сотейник добавляю 200 грамм сахарной пудры. Можно заменить сахаром. Если это сахарная пудра, добавляем 4-4,5 столовые ложки воды. Если сахар, то тогда добавляем 5 ложек. Размешиваем до растворения и ставим на плиту. На плите мы доводим практически до кипения. Масса должна хорошо разогреться, для того, чтобы потом растворился в ней наш желатин. Кипятить не нужно. У нас на поверхности появляется такая как белая пенка перед закипанием. И возможно какие-то первые-первые пузырики. И тогда уже будет можно снять нашу массу. Она должна стать просто хорошо горячей. Добавляем сюда желатин. И хорошенечко перемешиваем. Хочу сказать, что во время работы, если вы, допустим, успеваете покрыть только 1-2 куличика и ваша глазурь становится плотной для покрытия, ставите ее на плиту, либо на водяную баню и еще немножечко подогреваете. Она становится мягче. Только обязательно хорошо перемешивайте. Этого количества у меня хватило для покрытия 6 куличей. Взбиваю мою глазурь. Она становится белой, красивой, гладкой. Можно добавить сюда немножечко ванильки, либо ароматизатор, либо ванильный сахар. Если то тогда в самом начале добавляете. И взбиваем до той консистенции, которой мне будет удобно работать с куличами. Так как я знаю, что глазурь быстро схватывается, сильно густой, ее не делаю. Этой глазурью мне проще работать именно так. Я макаю просто сверху куличик. Даю буквально пару секунд стечь. Лишний. И прокручиваю свой куличик, чтобы нигде не стекало у меня. И посыпаю посыпкой. Можно в принципе и ложкой сверху, но только тогда, когда более плотная глазурь становится. Потому что иначе она немножечко начнет у вас потеками становиться. Глазурь через пару минут уже схватывается и сверху абсолютно сухая. Дайте ей минут 5-10 полностью застыть и она вообще не будет браться у вас к рукам. Давайте разрежем мой куличик и посмотрим, что глазурь абсолютно не крошится. Она прекрасно держится на куличике, не отстает, не отпадает. И у нее очень равномерный слой. Посмотрите, какая красота. Очень ровная и красивая глазурь получилась. Я надеюсь, вам пригодится этот рецепт. Обязательно ставьте пальчики вверх и делитесь этим видео с друзьями. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok